всем приветики мои любимые дорогие зрители рада вас видеть на своем канале у меня тут был немножечко отпуск я не выпускала видео а также я до этого болела поэтому с видео произошла такая задержка уже почти две недели может даже больше не выходило никаких видео я еще сейчас немножечко болею у меня немножко заложен нос мы что-то прям все очень сильно разболелись я снимала видео но никак не могла их озвучить потому что у меня прям вообще было с голосом проблему было очень сильно за нужно заложено спустя на кашу в общем сейчас я уже пришла в норму все плюс-минус уже хорошо сегодня у меня видео о большой уборки в детской комнате это видео я снимала еще до нового года это последняя уборка в 2023 году это уборка в детской комнате если вам нравятся мои видео вы их смотрите и забывайте ставить лайк писать комментарии и конечно же подписывайтесь на канал мне это очень приятно а свою уборку в детском сия начала с василисиного рабочего стола и конечно же нужно убраться на полке у меня сегодня в конте плюс-минус чисто но все равно дети постоянно во что-то играют постоянно берут книжки и они постоянно берет лего он конечно очень постарался он за собой прибрался но все равно отмыть стол убраться окончательно на полке дети этого конечно же и сами сделать не могут ну точнее могут ну так сказать это не соответствует моим стандартам чистоты они убираются но после них убираться все равно тоже приходится дети почему-то заставали все книжки не знаю по что они тут играли и не убрали их на место книжки у меня лежат вот тут вот под василисином рабочим столом тут есть такие полочки я хорошенечко их протираю и тут лежат книжки которые дети сами берут читают смотрят в общем такие детские книжки я прям очень люблю когда все аккуратно стоит лежит когда все так красивенько поэтому я все раскладываем на свои места тут как всегда пришла кошка мне помогать куда уж без нее и продолжаю убираться на полке вот все время тут куча каких-то мелочей постоянно все везде лежит валяется сейчас все быстренько уберу кстати я хочу вас поздравить с наступившим новым годом пусть этот год для вас будет самым классным самым волшебным принесет вам много радости счастья пусть все ваши мечты и желания исполняются цели пусть легко достигаются пусть все просто будет самым классным волшебным способом для вас пусть этот год точно будет лучше чем другие кстати хотела с вами поговорить на такую тему может вы знаете как сделать так чтобы дети всегда прибирались к он тебе как их приучить к такому порядку то есть если я им просто говорю убраться они не всегда убирают если я сижу с ними рядом в комнате контролирую их уборку то есть ну тогда они убираются я стараюсь не кричать на детей не давить на них как бы особо как сказать не применять никакую как бы физическую эмоциональную силу что ну заставляя их убираться я хочу чтобы они делали это по собственному желанию но так сожалению происходит не всегда надеюсь у вас может есть какой-нибудь способ или вы знаете как сделать так чтобы дети сами по своему желанию прибирались в комнате я пока не могу найти ключик от этой дверцы и понять как это сделать а я наконец-то прибралась на полке теперь убираюсь на подоконнике все убралось подоконник конечно же я всегда мою к ну потому что дети всегда его заляпывают протирая сначала важной тряпочкой потом сухой у меня тряпочка гринбаевская для окон этом вообще идеальная тряпка который прекрасно отбывает окна это вообще самая лучшая тряпочка ну вот и все окно я помыла протираю откосы как всегда там тоже что-то наляпано и понимаю что не обойдется сегодня без того чтобы опять отмыть подоконник подоконник я мою гелем белизной потому что как всегда на нем остается какие-то маленькие пятнышки что-то дети испачкали как всегда нужно подключать тяжелую артиллерию для того чтобы отмыть подоконник очень хорошо что сейчас очень много разных средств для уборки дома которым который помогает легко и быстро справиться со всякими загрязнениями вот гель белизна прекрасно бывает вообще с пластика вообще все ручки карандаши даже пластилин даже от скотча вот эти штучки остаются прилеплены в общем отмывает просто все прекрасно самое главное его просто хорошенько смыть и убрать поверхность поэтому я несколько раз протираю влажной тряпочкой собираю всю пену все оставшиеся средства чтобы ничего ничего не осталось тем более я провожу уборку в детской и не хочу чтобы средство оставалось на поверхность ну вот и все подоконник я отмыл теперь расставляют цветочки на свои места так приятно так чистенько мне очень нравится как все получается я когда убираюсь и сама если честно кайфу я очень люблю убираться и мне нравится когда дома становится чисто все аккуратно остается полить цветочки и все с этим я завершила также нужно пропылесосить детские кровати я уже сняла постельный белье отправила их стираться теперь убираю все игрушки беру пылесос и пылесош детские кровати чтобы на них не было никакой грязи никакой пыли в общем чтобы все было чистенько быстренько пылесошу детские кроватки больше всего конечно кровать у нас скапливается это кошачья шерсть ух уж эти кошки они постоянно спят в дет на детских кроватях всегда вообще всегда они больше нигде не спят только детских кроватях и поэтому то у нас белая шерсть то черная шерсть а у кошки на собе достаточно мохнатые поэтому детские кровати нужно присосить всегда как я и говорила как ни странно сегодня вани вообще не раскидал лего он все убирал за собой он такой умничка я прям им даже горжусь что он наконец-то научился складываться на свои места но мне кажется так будет не всегда потому что иногда нет нет он все равно разбрасывает остается протереть его столик складываю все на место и тут такое дело с новогодней елкой в общем елку дети наряжали сами нет я сейчас не убираю елку потому что это еще видео как я уже говорила я снимала до нового года просто кошки растрепали елку просто не знаю как ну и дети наряжали елку сами они не до конца расправили все ветки не очень аккуратно повесили гирлянды в общем все было ну так сказать так себе поэтому пока дети не видят я решил пересобрать елку все аккуратно повесить на свои места кстати кошки елку роняли два или три раза уже в общем ох уж эти кошки хорошо что у нас елка хотя бы искусственная от того что она упала в общем ничего с ней такого не случается кстати очень хочу купить себе большую красивую елку если знаете где продаются такие елки они недорогие напишите пожалуйста мне в комментариях ищу красивую елку мне кажется сейчас позднего года вообще цен на елки упадут поэтому думаю самое время ее покупать а я наматываю гирлянду вокруг елочки включая огонечки сразу такое новогоднее настроение хотя когда вы смотрите уже это видео новогоднее настроение точно прошло потому что уже начались рабочие будни но у нас дома елка будет стоять примерно до середины января поэтому пусть она еще по будет красивая аккуратненько поэтому все развешиваю развешиваю все игрушечки чтобы было такое красивое новогоднее настроение хоть и новый год мы будем отмечать не дома но все-таки елочку решили нарядить дети очень очень просились хотя я не очень хотела нарядить елку они все сделали сами они большие мальцы сами полностью нарядили елку и вот такая вот красоте не получается ну вот и все елочку я нарядила и теперь нужно заправить кроватки уже постиралась и посушилась постельное белье это очень удобно когда есть сушильная машинка василиса уже сама заправила свою кроватку я заправляю только ванину и у нас уже поздно уже вечереет и ваня сказал что хочет спать говорит мама давай быстрее заправляемую кроватку всем большое спасибо кто досмотрел это видео до конца не забывайте поставить лайк пишите комментарии мне очень очень приятно тут я вставлю небольшой кусочек как и где мы отмечали новый год обязательно досмотрите до конца а я всех обнимаю всех целую и всем пока пока всем привет в общем мы в самаре такой снегопад мы приехали на новый год в самару у меня тут ваня дракончик я елочка прибавляла поэтому много не было видео впрочем новый год в начале